Добрый день, дорогие коллеги! Совсем скоро, утром, 28 мая, начнется онлайн-конференция «Лабораторная диагностика коронавирусной инфекции». Трансляция выступлений пройдет в личном кабинете специалистов на нашем сайте Федерации. Это первое онлайн-мероприятие такого масштаба, организуемое Федерацией лабораторной медицины. Ожидается подключение к трансляции нескольких тысяч специалистов лабораторной службы из самых разных регионов нашей необъятной страны и стран ближнего зарубежья. Сегодня, в новых условиях, когда перед нами стали совершенно новые задачи, нерешаемые раньше никогда, они стали перед всем человечеством, очень важна вот эта возможность. Во-первых, нам всем собраться, увидеть друг друга, почувствовать друг друга, услышать друг друга, обсудить самые волнующие и животрепещущие вопросы работы лабораторной службы в новых реалиях. Пандемия коронавирусной инфекции выдвинула самые разные вопросы, и они решаются на самых разных уровнях – политическом, экономическом, социальном, гуманитарном, нашим, профессиональном. И самое интересное, что в этой ситуации наша специальность выдвинулась на одно из первых мест для принятия самых важных вопросов – вопросов жизни и смерти, вопросов экономики и политики. Потому что вопросы назначения карантина и снятия карантина решаются в том числе и с учетом наших с вами данных, результатов нашей работы. Вместе с тем еще очень много нерешенных вопросов. Этой эпидемии всего только 4 месяца. Мы многого не знаем, но мы обязательно это узнаем. Давайте выйдем на связь друг с другом, давайте услышим друг друга. Важнут доклады об организационных проблемах и их решениях, о том, как с ними справляется в Москве, в Санкт-Петербурге, в Воронеже, как обстоит дело с обеспечением медицинскими изделиями, с новым электронным продуктом, компьютерными программами. Я призываю и прошу всех проверить свой доступ в ваш личный кабинет на сайте Федерации и обязательно зарегистрироваться на это историческое событие. Подключайтесь к просмотру и к участию нашей конференции. До скорой встречи в эфире. Желаю вам здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok